Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Я хочу провести ряд уроков для начинающих, как наносить мейкап, как это делаю я лично. Я училась на визажиста, у меня были очень много знакомых визажистов, я была моделью у визажистов. И вообще на ютубе очень много смотрю всегда разных интересных штук и беру для себя что-то полезное. И в принципе, так как я люблю краситься быстро, не уделять этому много внимания, поэтому я беру все самое интересное и самое эффективное. Сейчас буду с вами делиться. Сегодняшний урок будет посвящен нанесению базы и тонального средства. Я расскажу, какие средства использую я, чем и как я наношу. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, с чего начинается весь макияж у нас? Это, конечно же, с нанесения базового средства для того, чтобы увлажнить кожу, чтобы держалась лучше, тональная основа у нас и так далее. Я скажу, чем пользуюсь я. В принципе, когда я красила девочек, я всегда использовала либо обычный, очень хорошо увлажняющий крем, либо для жирной кожи. Я купила себе такой профессиональный фирмой Make Up For Ever. Он для жирной кожи. Потому что я подумала, чтобы не блестела, чтобы мотировала, использовать вот такую вот основу. Пару раз я ей пользовалась, потому что в основном у девочек почему-то сухая кожа. Не знаю, почему так сложилось. Но так как у меня не жирная кожа, у меня сухая, я использую обычно крем какой-то увлажняющий. Значит, либо базу. В деваж, вот такой у меня есть крем в деваж, я его купила. Он специально матирует кожу. О, как светло, ничего не видно. Матирует кожу. На 24 часа остается на коже. И очень подходит для базы. Увлажняющий крем, который очень держит влагу хорошо. Я им пробовала наносить, очень хорошо, мне нравится. Также я могу использовать вот такой вот, купила фикс прайс, если побюджетный вариант. Мне очень нравится. Очень жирный крем, он хорошо размазывается, прям он очень наносится хорошо. Что не скажешь, например, об вот этом креме. Я покупала его в белорусском. Вот если сравнивать, да, я с удовольствием даже фикс прайсом пользуюсь. Это белорусская косметика. Но здесь, не знаю, может быть, конечно, то, что с эффектом лифтинга, да, то есть он плотнее такой, не такой жирный. Я до этого использовала вот его с сывороткой. Ну, так как я все моложусь, моложусь, кто знает. Также можно, в принципе, использовать любой другой крем, увлажняющий, хорошо увлажняющий крем под базу. Вот такой еще лореаль у меня есть база. Написано, что база, что его можно использовать как базу. Он такой вот у нас светящийся. Не знаю, видно вам или нет. Поэтому я его, да, вот видно, да. Поэтому я его наношу обычно на вот эти зоны. Можно вот сюда, на губки. Но это я вам потом расскажу уже. Для начала, в общем, я буду использовать крем Диваж сегодня. Значит, мы наносим немножко на руку. Я основу наношу руками. Размазываю, можно немножечко даже массажными движениями. Лобик у нас идет наверх и в бок. Здесь у нас по бокам, все по бокам. Кам глазки. Вот так вот. Можно использовать под глаза что-то отдельно, но я не использую под глаза отдельно. Я все одним кремом. Все, мы увлажнили нашу кожу. Теперь нам нужно использовать какое-то тональное средство. Что у меня есть? Обычно я использовала раньше от Max Factor. В тон нормальный, 50. Нормал. Мне очень нравится текстура этого крема. Но он более такой плотный. То есть, это, знаете, для съемок, для еще что-то прям вот очень круто будет. Он мягенький очень такой, знаете, прям крошится, прям сыпется. Но это все-таки тональный крем. Ну, в принципе, на зиму можно. Но сейчас я в последнее время стала пользоваться биби-кремами. Мне очень нравится. Поэтому у меня есть биби-крем Горинье. Есть биби-крем от Maybelline. Честно говоря, раньше я пользовалась всегда Горинье, но мне Maybelline нравится больше. Но сегодня мы будем использовать что-то другое. Мы будем использовать биби-крем, который я, опять же, купила в Fixed Price. Я его уже понюхала. Он очень интересно пахнет. Я его еще ни разу не пробовала. Поэтому цвет там один был, по-моему, натурально-бежевый. Что я использую для нанесения тонального крема? Что можно использовать? Можно использовать вот такую кисть, что я рекомендую. После того, как я начала использовать эту кисть, это кисть со смешанным ворсом. Короче, длиннее. Мне очень нравится, как наносится. До этого я наносила вообще руками давно-давно. Ничего страшного. Дальше я приобрела себе такой спонжик. В L'Etoile я его еще не пробовала, сразу скажу. Он у меня даже не мочен. Ни разу попробую, расскажу. Можно использовать вот такие штучки. Тоже купила их в Fixed Price. Раньше ими не пользовалась. Я раньше пользовалась, как только начала профессионально заниматься и красить, я использовала такую широкую кисть. Тоже профессиональную от Make Up For Ever. Но она, после этой кисти, я понимаю, что ложит достаточно толсто. То есть, если сделать конкретный, да, мейкап. Вот эта кисточка кладет очень тонко. Она подходит для повседневного макияжа. Мне очень нравится. Я просто тащусь. Поэтому мы чуть-чуть выдавили нашего крема сюда, на ручку. Взяли вот так вот. И наносим наш тональный крем. Наш BB крем. Итак, кисточка у меня эта, мокрая. Я ее помыла. Она еще, оказывается, не высохла. Поэтому не очень хорошо накладывает все это дело. Поэтому мы будем использовать вот такой спонжик обычненький. Тоже из Fixed Price. Итак, наносим вот мы сюда наш крем. И наносим аккуратненько. Что могу сказать по этому BB крему? Так как я его первый раз использую именно в Fixed Price. Он не очень хороший. Можете его даже не брать. Пока что Maybelline у нас остается номер один для меня. На крайний случай Горанье. Пока что лучше я еще ничего не пробовала. Итак, мы нанесли наш тон. Теперь нам нужен корректор. Корректор я использую DIVAGE. Купила недавно. Причем сделала так, что пошла в MAC. Попросила подобрать мне корректор под глазки. Они мне подобрали тон. У них всего там было 4 тонов, по-моему. Разных. Она мне подобрала тон. Но у них довольно дорогие корректоры. Так как я профессионально не занимаюсь. Мне, в принципе, можно что-то и побюджетнее. Хотя вообще я уверена, что побюджетнее есть вещи. И я пошла дальше искать. И просто увидела DIVAGE. Подошла в DIVAGE. Он стоит там рублей 300, по-моему. И мне подобрали прям вот рядышком рисовали. И по цвету подобрали точно такой же корректор. Поэтому дальше какое открытие у меня есть. Я смотрела одного бьюти-блогера. Очень профессионала. Хорошего. Прям очень мне нравится. Не помню, как ее зовут. Она рекомендовала кисточки. Набор кисточек, которые продаются в Икеа. Они продаются для рисования детям. Но она их рекомендовала, что можно наносить тон вот этой. Корректор пользоваться вот этой. Даже тени можно наносить. Они очень классные. Причем я пошла на следующий день же. Купила их. Думаю, как-как. У меня кистей просто завались. Но я еще хочу. Они действительно очень классные. Они действительно очень мягкие. При этом они достаточно упругие. Там 6 штук. Вот такой план. От большой до маленькой. То есть этим можно наносить тени. Вообще отличные. Плюс широкая кисть, которую можно наносить. Как корректирующие разные. Таким вот, например, я использую его под корректор. В общем, я тоже довольна очень. Я рекомендую. Кисти отличные. Берем корректор точно так же. Под глазки. Наносим на проблемные зоны свои. Я наношу под глазки. И всякие вот покраснения убираю. Потом беру кисточку. Причем кисточки эти неубиваемые. Они действительно моются. Она говорит, что их давно использовала. Они у нее точно такие же беленькие. Естественно, надо мыть. Все это дело. Очень вообще классно. Я сама довольна кисточками. Поэтому все хорошее, естественно, надо рекомендовать. Также вообще вот этой вот кистью, которая я вам говорила, тоже очень хорошо корректорность. Но не буду сейчас, да? Вот такими вот движениями. То есть не размазывающими, а в такими, втаптывающими. Тоже очень хорошо, ровно и незаметно ложится. Вообще одно удовольствие. Просто кисточка очень мягкая действительно. Вот так. Все, вот я нанесла корректирующее средство. Также у меня есть профессиональные корректоры. Тоже от Make Up For Ever. Здесь, конечно, идет несколько цветов. В основном я использовала вот этот. И, по-моему, зелененький. Он синечки замазывала под глазами. Но он достаточно такой, знаете, вверх он дорогой, сразу говорю. И он достаточно прям плотный, знаете, такой прям совсем не такой текстурой легенькой, да? То есть он прям замазывает, так замазывает. Это тоже для съемочки использую или еще что-то. Так, на каждый день я использую обычный вот такой вот корректор. Мне очень нравится. Итак, после этого мы все естественно. У меня вот такая прозрачная пудра тоже от Make Up For Ever. Профессиональной косметики. Вот обычная кисть. Я использую для пудры. Да, и хайлайтеров тоже. Ну, это все фиксируем прозрачной пудрой. Вы можете, конечно, использовать не Make Up For Ever, а любую другую прозрачную пудру. Итак, все, мы закончили. Дальше у нас после этого этапа у нас пойдет этап корректировки тела. То есть можем увеличить или уменьшить носик наш, да? Сделать немного другую форму, выделить скулы. Это я расскажу вам в следующем уроке. Коррекция лица и контурирование. Я использую сухое контурирование. Если вы будете использовать мокрое контурирование, то, конечно, вам пудриться не нужно. Вам сразу после всего и всех этих коррекций нужно будет контурировать мокрым. Но мне кажется, что это более для профессионалов, прям конкретных таких, потому что оно, на мой взгляд, более сложнее. Итак, следующий урок у нас будет контурирование и придание формы нашему лицу. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и гоу на следующий урок. С вами была Селена Свои. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok